все же надоело медведя будить надо выходить все вместе и давать бой противнику я живу путем войны только слышать свой внутренний голос и голос предков и делать так как считаешь правильно подразделение пятнашка легендарная она с первых дней всех событий которые здесь на донбассе разворачивалась она принимала участие я посчитал правильным что надо некрасивым по-боевому ходить по городу надо пойти там где окружение мы кроме автоматов не имели ничего и против нас выкатилась две техники бмп-двойки с десантом дистанция 200 метров было и они начали пытаться нас зажать мы начали давать бой начали делать вылазки в сторону аэропорта и многие ребята начали к нам местные присоединяться прибыла следующая группа 20 человек таких же добровольцев из россии и там тоже очень много таких ребят которые стали ядром дальше нашего подразделения что насчет нашего предложения закончить миром реально говорю ребята подкрепления там нету не надейтесь здесь все добровольцы в основном находится и поэтому мотивация совершенно другая подход к делу другой здесь люди хотят воевать хотят это делать грамотно и добиваться настоящий результат 15 мая 16 года я был дома мамой с папой с братьями сказал им что еду в москву на заработки обманул но приехал сюда 89 года у нас по 2008 год война была жертвы кровь для ребенка это очень тяжко вот это все наблюдать это страшно я патриот своей родины там не только я в 15 лет воевал очень многие дети моего возраста там на год на два старше кто взял в руки оружие защищал свой дом свою землю братская война война за отечество республики абхазия фото детство война добровольцы мое детство юность прошла на этом 14 год настал тоже нота патриотизма тоже волна даже самоотверженность самоотдача добровольцы сражались различных регионов россии видел абхазов одного из комбатов добровольческих все это был запалом мои езды туда стать рядом с абхазом вырос на войне жил на хакане и воюю до сих пор они себя отстояли донбасс это можно сказать окраина их него дома понимаете уже куда опять лезут фашисты неонацисты колонизаторы мой народ уже достаточно настрадался и надо этого врага остановить уже раз и навсегда украина начала делать героями тех людей которых старались выкинуть из истории забыть они вспомнили шухевича дэру всех их начали делать героями не начали отрицать свое я они начали сносить памятники они начали выкорчевывать все то что было общее и чем гордились все я служил 25 мобильной бригаде украине в один прекрасный день уже был тогда майдан я спускался по банковой правой стороны стояли два кордона это первые ввшники были вторые беркута и меня кто-то окрикнул я развернулся думаю ну все попал вот он меня зовет они же все балаклавы беркута были я подошел поближе это был мой сослуживец который в дальнейшем до пошел подразделение беркута в мвд пообщались недолго потому что там начали их горячими смесями закидывать вечером перед расстрелом майдана позвонил меня александр говорит мы так и так половина подразделения приняли решение отходить на крым ну а что ты не хочешь с нами поехать я говорю хочу ну и стояли мы по моему три дня когда зашли вежливые люди все как бы успокоилась но на блокпосту парни смотрели телевизор где было видно что люди пытаются остановить колонну бмд 25-й аэромобильной бригаде который начал штурмовать город славян тогда просто мне еще задело то что это моя аэромобильная бригада скажем так и тогда это было украина пытается давить людей машинами боевой ну и как бы у меня в сердце еще больше перевернулась это все то есть патриотизм о защите людей на тот момент поддержку русской весны и я направился в город славянск в коме ржи молодой спаи спаи это на арабском это значит всадники то есть это марокканский полк колониальный французской армии регулярно и в сентябре 2014 года я должен был подписать контракт на 10 лет офицером либо пойти на учебу без школу просто взял отпуск собрал сумку открыл карту посмотрел где находится территории под контролем днр лнр нашел ближний аэропорт это был харьков то есть я проезжал и блокпосты там придумал разные истории чтобы меня пропустили полями проходил на автобусах в общем по-разному там стояла три шины флаг днр торчал стояли два пацана спортивных костюмах я понял что я приехал на крест на свободную территорию 15 человек первых добровольцев которые стали костяком нашего отряда вот оттуда наше название подразделения пятнашка из луганска у меня мама вышла за французок я уже был горожанином франции я армянин родился в республике абхазия родом с донецка национальность изображения садился и вырос в городе харькове по национальности поштун позывной сибирь родом из города без одесской области украинцы это как одна большая река собрана из сотен маленьких родников нескольких речек и каждое разное течение но русло одно и половину все в одну сторону мы русские войны а а Продолжение следует...